Ребята, сегодня у нас сильная гроза началась, громыхает с такой силой, что мы все тут повскакивали. Я вот только включил камеру. Ого, сейчас будет. Вот это гроза. Однако. Я даже боюсь к окну подходить, потому что оно бьет сильно очень. Это, скорее всего, можно сказать, не просто желтая, а красный уровень опасности. Оно так бьет, мы уже аж за бытовую технику боимся, как бы ее не вышибло. Где-то здесь был сильный удар. Хорошо так бьет, однако. С другой стороны, хорошо будет. Ох, е-мое. Ребята, ну это реально страшно уже у окна стоять. Хорошо быть, камеру включил, все снимаю. Бьет где-то вот здесь. Сегодня на улице вообще было 32 градуса. Но вот сейчас хорошо будет, хоть воздух будет посвежее. Потому что дома оно тяжело находиться. Даже старый конокондиционер не в силах справиться со всем этим. И напольному вентилятору тоже тяжело. Ну, теперь буду иногда про погоду снимать. Еще никогда про сильную грозу не снимал. Вот сейчас улыбнулся момент. Буду снимать теперь. Вы это слышали, как оно грохочет? Как будто что-то взрывается. Хотя это сильно так молнией грохочет. Как буквально. Как далее. Как будто теперь... Мне кажется, это лимит. Кто-то не думает. Почему? Пока затихло. Но мигает очень сильно. Давно скажу, ребята, у нас такой грозы сильной не было. О, тут вообще уже река. Тут уже можно брать лодку и плавать. Но скажу так, громыхает, однако, сильно очень. Ну ничего, хоть хорошо будет зато. А у нас обычно только бывали днём сильные ветра, ещё что-то. А тут ночная гроза такая мощная довольно. Хотел, конечно, на балконе поснимать. Но сказали, что лучше не стоит подходить к балкону. Потому что неизвестно, что там будет. Да я и сам как побаиваюсь. Но хотелось бы как-то лучше кадр заснять. Пока буду только так снимать. Да, плохо то, что стекло так отражается, конечно. Немного портит картину, но то не страшно. Зато видно, какая тут гроза сильная. Я ещё помню, когда-то слышал про более редкое явление. Это называется шаровые молнии. Появляются они обычно после сильных гроз. Эти шаровые молнии. Я даже не знаю, появится, не появится. Но страшно про такое думать даже. Тем более, как многие говорят, что шаровая молния вообще непредсказуемая. Она может в любые стороны двигаться. Сколько я помню, предупреждали, что не вскоре. Если ты увидел живую шаровую молнию, то ни в коем случае не шевелись. А то же та молния пойдёт за тобой и может тебя убить. Ну, хорошо хоть теперь будет. Ох, как хорошо. Ну, вот это, можно сказать, моё первое видео про настолько сильную грозу. Особенно хорошо её вечером наблюдать. Но грохот, я вам скажу, стоял такой адский. Как будто тут происходили мощные взрывы. Хотя это всего лишь были молнии.